Пациентка 68 лет упала на улице, после чего почувствовала сильную боль в колене, невозможность полноценно двигать ногой обратилась к травматологу, который направил на МРТ. Область исследования – правый коленный сустав. Исследование САК, КОР, АИХ проекциях. Импульсные последовательности – СЕИ Т1, Т2В, ПД, ФС. Контрастное усиление не проводилось. Суставные поверхности неровные, с признаками субхонтрального склероза – узурация. Сформированы массивные краевые остеофиты. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, неравномерно истончен. С зонт коленником вдоль мышелков бедренной кости и в полости сустава определяется умеренное количество свободной жидкости. Отмечается тробекулярный отек больше берцовой кости. Надколенник не смещен. Определяется разрыв передней крестообразной связки. Ход задней крестообразной связки деформирован. Коллатеральные связки, собственная связка надколенника неоднородны по МР-сигналу. Целостность их сохранена. Признаки дегоративных изменений медиального мениска второй степени, на фоне которых определяется радиальный разрыв заднего рога с выходом на две поверхности мениска. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска. Передний рог достоверно не визуализируется. Разрыв по типу ручки лейки заднего рога с выходом на две поверхности мениска. Периатрикулярные ткани отечных. Клетчатка ГОФА развита обычно, отечно. Данных за наличие кисты Бейкера не получено. Заключение. МР-признаки разрыва передней крестообразной связки. Разрыва латерального мениска по типу ручки лейки. Разрывы медиального мениска 3b степени по столлях. Синовита. Артроза правого коленного сустава 3 степени. Рекомендован МР-контроль через 3 месяца для уточнения степени разрыва передней крестообразной связки. После контрольного МРТ будет решаться вопрос о необходимости оперативного лечения пластики ПКС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова